Здравствуйте, уважаемые друзья! Очень много людей в комментарии просило меня рассказать о том, что же хранится в других файлах. Если мы зайдем в наш телефон и посмотрим хранилище, то у меня занято 44 гигабайта памяти из 128, но в принципе 80 свободных меня это особо не напрягает. Но если у вас памяти мало, тыркаем и видно там система, документы, приложение, у меня только приложение с данными 24, и есть другое 8,5 гигабайт. И многие люди спрашивают, как же убрать вот это другое на MIUI 12.11, неважно. Сегодня, ребят, поговорим именно об этом и по возможности уберем, покажу где лежит, что лежит и что с этим можно сделать. Погнали! Друзья, первым делом хотел бы вас попросить написать в комментарии, сколько же у вас занимали другие файлы и сколько вы смогли почистить благодаря данному способу, будет очень интересно. И также я смогу оценить, было полезным видео для вас или нет. Напишите, не поленитесь, ребят. Первое, наверное, не самое большое, но место, где хранятся другие файлы. Заходим в наш проводник. Стандартный MIUI, укажу свой проводник, неважно. И проверяем документы, архивы, загрузки, АПК. То есть, вот это здесь, это все относится к другому. Документы, ребят, обычно много не занимают. Дождитесь, самое основное мы дойдем через минутку, там вот будет мега память. Архивы могут весить много, если у вас есть, удаляйте, если вам не нужно. Загрузки АПК обычно друг друга дублируют. АПК готовые файлы. Вот, например, камера, да, Google Camera Mode 90 МБ. И вот загрузки. Она же 90 МБ. Если я ее возьму отсюда, удалю. Перезайдем в хранилище. И видите, стало 8,49. Да, только что был 8,51. То есть, чуть-чуть мы уменьшили. Это лишний раз доказывает, что в папках документы, архивы, загрузки, АПК находится то, что у вас показано в другом. Следующий момент, ребят. Я так думаю, что это самый большой кусок сейчас будет. Каждый из нас, ребят, делает фотографии. Фотографии попадают либо в Google галерею, да, либо я пользуюсь еще иногда в MIUI галерею. Мне нравится очень там редактор, вот MIUI-шный, да. И смотрите. Открываем Google фото. Заходим в библиотеку. Сейчас давайте еще раз вернемся. И увидим, что другой у нас, ну, кэш какой-то прибавляется туда-сюда, 8,5. Заходим в фото. И проверяйте, ребят, обязательно свою корзину. Это обязательно. Здесь находится основной источник другого. Смотрите. Вы все удаляете. Да, файлы какие-то из галереи, фотографии. По идее, это через 60 дней удалится само. Но 60 дней – это будет впустую захламлять память вашего телефона, хотя вы от этого уже избавились из-за того, что удалили. Поэтому вы берете, выделяете все фотографии. Ну, везде галочки я проставил. Все видео, все фото, которые вы удаляете, попадают сначала в корзину и 60 дней хранятся, занимая память в другом. Нажимаем «Удалить». Напомню еще раз, ребят, мы удалили с вами корзину. Не основные фотографии. И последнюю, да? Удалить. Удаляем. Удалили корзину. Переходим снова сюда. Как видите, все фотографии все равно у вас на месте. Все хорошо. Мы лишь избавились с вами от корзины. Переходим в хранилище. Ой, 6,89, друзья. Давайте еще раз зайдем в «Настроечки». Не туда зашел. А «Телефоне», «Настроечки». И другой уже стало 6,89. То есть, а было 8,50. Уже гик и 7 мы с вами из другого освободили. Освободить полностью 100% не получится, потому что там системный кэш, кэш системных приложений и много всего другого, чего нам никогда не скажут и не пустят. Дальше, ребят, если у вас две галереи, как у меня, вот MIUI стоит еще что-то назад, там тут делает. У нее тоже есть своя корзина. Если не получится, ну так вот на корзину, да. Вот тут тоже, так же, тоже. Могут быть сохранены здесь 30 дней. Ну, 185 мегабайт. Она, кстати, весит совсем немного. Но мы все удалили. Если у вас MIUI телефон, ребят, дальше заходим в проводник. Вот основная у нас, да, с вами папочка. Находим MIUI. Находим Gallery. Находим Cloud. Находим Threshbin. Threshbin, видите, с точки впереди. Это значит, что вы должны нажать три полосочки сначала. Настройки. И включить вот эту галочку. Показывать. Скрытые файлы. Нажимаете показывать. После этого вам будут показаны файлы с точки впереди скрытые. Также выделяете все. И удаляете. Это та же корзина всего мусорного, чего только может быть. Проверим нашу память. Уже 6.02, а было 8.58. То есть мы с вами освободили 2,5 гигабайта памяти, которая впустую занимала место на нашем смартфоне. Если хотите проверить дальше, друзья, смотрите. Обязательно советую вам скачать такую программку хорошую. Называется диски. Прямо в Play Market. Не буду скидывать ни в телегу, никуда. Потому что программа стандартная. Вот здесь вот биваете диски. Вот диски. Вот он прям анализатор диска. Самый первый программ. Как видите, она у меня и стоит. Открываете ее. Идет первоначальный анализ. Вам показано, чего у вас. Но этого не обращать внимания. Мы переходим с вами в папочку категории файлов. И вот видим папку прочее, которая занимает 1,91 гигабайт. Если вы перейдете в нее, у нас есть бэкап файлов, который тоже висит, впрочем. И прочие маленькие файлики, экзе, скрипты, которые тоже по 60, по 40, по 30 набирают всяческие различные наши вещи. Бэкап – это бэкап системы. Так, ребят, смотрите. Если написано просто файлы, здесь может быть все, что угодно. Смотрите, здесь вот Android, Music, Music. То есть это музыкальные файлы, это Android файлы. Но также, если вы низы пролистаете, вот это 0, 1, 2, 3. Это можно удалять, они не нужны. И смотрите, ребят. Здесь есть, например, файл видеообоев. То есть какой-то оставшийся файл от видеообоев. Можете удалить. Telegram, Image, Telegram Video, Telegram Audio. То есть все кэши программ, все видео, которые загружает Telegram, я вам сейчас покажу где-то. Я снимал совсем недавно видео про это, ребят. Вот подсказочка, как много может сажать Telegram и как сделать так, чтобы Telegram не жал. Посмотрите, у вас может быть там несколько гигабайт памяти забито. Если вы зайдете в папку Telegram, то у вас будет здесь Images, Video, Audio, Documents. Нажмем еще подробности. Как видите, 187 мегабайт. Вот это тоже было в папке файлы. Если вам это не нравится, то папку можно смело удалить. Telegram создаст все это потом снова, после того, как вы зайдете. Проверим. Вот уже 5.82. А было 8.58. Соответственно, потихоньку мы движемся к нашей цели. Поэтому файлы просмотрите. Если здесь файлы вам не нужны, если расширение какие-нибудь темы, телеграммы, что-то еще. Расшаренный файл, это все можно удалить. Все файлы, где вы видите Samba, вот этот вот Samba, то есть это от слова Subnails, это файлы миниатюрок, которые также можно смело, ребят, удалять. Но у меди смысла нету. Проверяйте потом, сколько, если память у вас здесь в этой папке файл осталось. Ну, немножко, поэтому 230 не спасут. Следующая папочка, ребят, ExoFile. Это файлы YouTube, которые он себе сохраняет, как тоже маленькие миниатюрки, копии ваших видео и прочего, и прочего, прочего. То есть, чтобы ему проще было проигрывать, или что ли, видео, или что-то еще. Ну, посмотрите, их какое огромное количество. То есть, вот он, маленький ползуночек, он нескончаемый идет вверх, он сохраняет каждый день, каждый день, каждый, каждый, каждый. Это тоже совершенно вам не нужно. И всю эту папку с ExoFile можно выбрать все и удалить. Как видите, куча файлов. И все одинаковые, просто различные ролики. Я их спокойно удаляю, вам советую. Как видите, прочее уже снизилось, и изображение выше него занимает. Остальные файлы, они весят, в принципе, немножко. Вот, ребят, в принципе, основные моменты, которые влияют на папку «Другое». Как видите, мы с вами удалили, не помню, сколько в самом начале было, 8 с чем-то. Мы удалили 3 гигабайта памяти, почистив другое. 5.37. Здесь, конечно, еще находится почти 1 гигабайт. Это бэкап-система. Меньше сделать, ребят, вряд ли у вас получится. Объясню по некоторым причинам. Смотрите. Во-первых, у меня 24,5 гигабайта приложениями, занятые данными. То есть, соответственно, чем больше приложений, тем больше они создают кэша, и тем больше они создают своих локальных копий, по-другому называемых бэкапом. И все вот эти кэши, приложения и бэкапы находятся в папке «Другое». Поэтому, если бы у меня было здесь два приложения, то папка «Другое» бы занимала, не 5.37, а там, например, 3.37. Или 4 гигабайта. Но, в всяком случае, это прямая зависимость. Чем больше приложений, тем больше другого. Это первый момент. И последний, ребят, момент немаловажный. Если вы давно на MIUI и помните хотя бы MIUI 11, прошлую версию, то вы прекрасно знаете, что в этом хранилище раньше был кэш, который занимал 2, 3, 5, 7 мегабайт и все остальное. Так вот, этот кэш также сидит в другом. Друзья, для демонстрации сейчас я вам открою старое хранилище. Вот оно у нас. И вы увидите, что данный кэш изнимает 2,66 гигабайта. Его, по идее, можно очистить. И здесь тоже другое уменьшится. Но мы с вами очищать его сейчас не будем, потому что это тема отдельного ролика. Как вернуть старое хранилище из MIUI 11, 10, 9 в MIUI 12 и также спокойно чистить кэш, то есть выполнять ту функцию, которую разработчики выпилили в хранилище 12 в MIUI. Что ж, ребят, я надеюсь, после этого видео у вас станет больше понимания, что находится в папке другое, как ее чистить, что там есть, от чего зависит другое. Вот я вам говорю, прямая зависимость от данных и приложений. И вы будете в этом разбираться и сами сможете почистить другое, как с моими подсказками, так и самостоятельно. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайкосы, ребят, пишите комменты. Пока-пока.